Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Крачева Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Вакцинация – это единственный верный и доступный способ избежать заражения тяжелого течения заболевания, сказал глава республики. Призвал предстоящую нерабочую неделю провести в кругу семьи. Благородные народы Средней Азии. По истечении короткого времени я не понял, кто из кто. Депортация корочается взгляд сквозь десятилетия. Большой круглый стол в общественной палате. Продолжается всероссийская перепись населения, как быстро и безопасно принять участие в столь важном для страны событии на сайте госуслуги. Они ловко играют на эмоциях. Людей используют многоходовые комбинации и психологические приемы. Как не стать жертвой телефонных мошенников. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции. Рашид Темрезов обратился к гражданам провести предстоящую нерабочую неделю в кругу семьи. Сейчас с учетом эпидемиологической обстановки в республике и той огромной нагрузки, которая легла на плечи врачей, недопустимо и безответственно собираться большими компаниями. Но сейчас очень важно ответственное отношение наших жителей, чтобы длинные выходные имели тот самый результат, ради которого они приняты. Это снижение распространения коронавирусной инфекции. Все пункты Карачева-Черкесии по вакцинации от COVID-19 в период длинных выходных будут работать в прежнем режиме. Призываю всех, кто не вакцинировался, привиться. Вакцинация сегодня – это единственный верный и доступный способ избежать заражения и тяжелого течения заболевания, сказал глава. Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививать в обязательном порядке будут определенные категории граждан, не имеющих противопоказаний. Исполняющий обязанности главного врача поликлиники Ногайского района Артур Матакаев рассказал, как проходит вакцинация и в целом о ситуации в районе. Пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, лечатся дома. Медработники, в свою очередь, приезжают ставить кабельницы и уколы. Все необходимые препараты есть. По словам Артура Матакаева, в объявленные нерабочие дни поликлиника будет работать, в том числе участковые терапевты и педиатры. По коронавирусной инфекции достаточно серьезно, но по сравнению с другими районами нашими намного легче, могу даже сказать, потому что у нас процент вакцинированных достаточно большой. Люди активно идут на вакцинацию, тем более за последнюю неделю, даже две я заметил, что еще больше стали люди приходить вакцинироваться. Вот, допустим, из 9658 человек мы вакцинировали 7040. Вакцинация – это единственный способ остановить это все. И вакцинация работает достаточно эффективно. Я вижу статистику, смотрю по больным, сколько у нас получается. Исходя из этих цифр, вакцинация работает очень хорошо. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесе выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 27256 человек. Из них 23759 выздоровели, 990 человек госпитализированы. Печальная весть. На 1964 году ушел из жизни видный общественный и политический деятель Нурлю Гербеков. За свою трудовую биографию Нурлю Гербек Мурзаевич занимал различные ответственные государственные должности, в числе которых и постминистра жилищно-коммунального хозяйства в республиканском правительстве. Также в разные годы он возглавлял управление Федеральной почтовой связи по Карачаево-Черкесии, а затем и по Астраханской области. Имел научную степень кандидата экономических наук. Избирался депутатом Народного собрания. Депортации карачаевцев с Галятского с десятилетия. Этой теме посвятили круглый стол в общественной палате с участием республиканских общественных организаций, религиозных и научных деятелей, а также средств массовой информации. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит. Мероприятие началось с приветствия министра по делам национальности, массовых коммуникаций и печати Альберта Кумукова, который отметил, что если бы не ограничительные меры, связанные с пандемией, то формат был бы гораздо масштабнее. «Спустя 78 лет с этой трагической даты на многие вещи мы смотрим уже по-другому и осознаем. И чтобы в будущем такое не повторялось, мы должны это помнить, обсуждать. Это важно и для научного сообщества, и для будущего, для межнационального мира на территории Карачаев-Черкесской республики». Дата в истории карачаевского народа, которая задевает за живое, за больное, заставляет вернуться в овеянные ужасом дни свидетелей того времени. Это 2 ноября 43-го года. Нельзя забывать, необходимо передавать следующим поколениям, через что прошли народы Кавказа, скольких людей потеряли, и каким был долгий путь возвращения и восстановления всего, что было потеряно за эти долгие и сложные годы. Но человеческие жизни не вернешь, поломанные судьбы не воссоздашь снова. «А что из года в год повторять, то, 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 то уже вроде оскомину там набило и так далее. Нет, уважаемые коллеги, покуда не перевелись те люди, те силы, которые хотят ревизировать, исказить историю, оправдать все вот эти издевательства, геноцид народа, значит ежегодно нужно проводить такие круглые столы, такие мероприятия». «Поезд ехал около месяца с лишним отсюда до Средней Азии. За время следования поезда 600 человек погибли пути. Их не давали хоронить. Заворачивали во что попало и клали в воду железной дороги. Когда приехали в Среднюю Азию, тогдашняя идеология напичкала сознание тех народов тем, что это бандиты, это людоеды, это живодеры. В общем, с ними надо ухо востро держать. Они так и встретили. Но благородные народы Средней Азии по истечении короткого времени не поняли, кто есть кто». Борис Гачияев рассказал, что однажды довелось побывать на приеме первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и поблагодарить лично казахский народ за сохранение могил, за память. На что Нурсултан Абишевич ответил «Мы братские народы, по-другому быть не может». Многие представители народов Кавказа так и остались жить в Казахстане, успешно работая в различных сферах деятельности. Выступают на телевидении, печатаются в изданиях, причем не забывают о своей исторической родине, чтут свои традиции и обычаи. «Была беспрецедентная изоляция народа. Во-первых, от всех остальных народов страны. И, во-вторых, между собой, внутри себя. Мы об этом говорили, я об этом говорила раньше тоже. Все об этом знают, что расселены были настолько дискретно, что взаимодействовать и общаться даже родственникам между собой было невозможно». Несмотря на все сложности, карачаевский народ выстоял. Пройдя тернистый путь, восстал из пепла. Поэтому нынешней молодежи просто нужно знать об этой боли. «Прошу Всевышнего Аллаха, что впредь такого нигде и никогда не было. Я благодарен тем народам, которые проживали в Карачаево-Черкесии и проживают за благородные дуа, которые они совершили. Их и наш дуа Аллах услышал. Мы, алхамдулля, вернулись. Дай Аллах, что впредь жили в мире, в согласии и в процветании». Альбина Курочинова, Кенжева, Роберт Джугутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Но сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Карачаево-Черкесия. А днем 11-13 градусов тепла. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В России продолжается перепись населения. Она проводится для того, чтобы получить больше статистических данных о людях, живущих в нашей стране. Сколько их, сколько им лет, чем они занимаются, где живут, какое у них образование и так далее. В переписном листе 33 вопроса. В этом году ее впервые можно пройти в интернете через сайт госуслуг и в многофункциональных центрах, где помогут волонтеры, а также и на переписных участках. Процедура участия в переписе займет немного времени – 15-20 минут. Если жители не хотят, не хочет он видеть у себя на пороге переписчика и с пандемией, и вообще может еще по каким-то другим причинам, он может зайти на сайт госуслуг, и там, но, конечно, при этом надо иметь подтвержденную или стандартную запись. Причем регистрацию можно пройти тоже не выходя из дома. И зарегистрировавшись на этом сайте госуслуг, также возможно пройти эту услугу в перепись населения. В России число преступлений, совершенных телефонными и мошенниками, в разы увеличилось. В Крачево-Черкесии многие жители попали под влияние аферистов. Обманным путем они заставляли гражданам передать номера банковских карт, тем самым снимали все средства со счетов. О том, как работает мошенническая схема и какие психологические приемы применяются, узнавал Алихан Лепшоков. Телефонные мошенники умеют играть на эмоциях людей. Люди теряются, слыша, что им звонят представители банка или МВД. И этим пользуются аферисты, тем самым получая необходимые данные по банковскому счету жертвы. Заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Крачево-Черкесии Эмир Балатов подчеркнул, что аферисты используют многоходовые комбинации, проводя психологическую обработку, и человек ведет себя будто под гипнозом. Так как у мошенника есть первоначальная информация о жертве, то есть фамилия, имя, отчество, банковский номер, карты, еще какая-либо персональная информация, которая попала к нему в руки, он начинает давить на это, говорит, что сейчас с вашего деньги осуществляется незаконное списание денежных средств, подтверждаете ли вы этот перевод. Естественно, жертва говорит, что нет, не подтверждаю, что нужно сделать. И идет оборот потерпевшего. Который в дальнейшем заканчивается списанием всех денежных средств, всего со всех банковских карт. Особенно подобные преступления увеличились в нашей республике в период пандемии. Если раньше попадали на уловки мошенников представители пожилого возраста, то сейчас многие становятся жертвами этих преступников, так как на связи аферисты могут выйти из тех же социальных сетей в интернете. Бывали, да, такие случаи, когда нашим жителям звонили с ведомств, таких как МВД и других госорганизаций на территории нашей республики с использованием подмены номера. То есть человеку, когда поступал звонок, он видел на экране телефона номер телефона, который в действительности является нашим допустим номером телефона. Что бы хотелось посоветовать в первую очередь? Во-первых, сотрудники банка не звонят своим клиентам и не рассказывают о каких-либо сомнительных операциях и так далее. Банк сам блокирует сомнительные операции без какого-либо звонка. Если же вдруг вам все-таки позвонил кто-либо, представился каким-нибудь там сотрудником банка, сотрудником правоохранительной системы и так далее, сбросьте звонок, перезвоните обратно, поговорите, вам все объяснят. Представители правоохранительных органов отмечают, что бывают случаи, когда помимо поимки телефонных мошенников ему удавалось вернуть те денежные средства, которые были похищены преступниками. Работники уголовного розыска находят необходимые рычаги для поиска таких аферистов. У нас большой объем работы проводится для этого, естественно. Мы сотрудничаем очень тесно со следствием, с которым в дальнейшем обговариваем арест имущества и так далее, и так далее, чтобы в дальнейшем была компенсация денежных средств. Мы сталкивались с определенными трудностями, но на сегодняшний день нерешаемых проблем как бы нет, связанных с нашей деятельностью. В любом случае мы устанавливаем лица совершивших преступлений и привлекаем их к уголовной ответственности. Люди должны быть более внимательны и не передавать никакие свои данные посторонним лицам, чтобы не стать жертвами телефонного мошенничества. Алихан Лепшоков, Расул Бердеев, Ольга Савенко, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение детективного фильма «Медиум». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин